За шаг до конфликта. Что Вашингтон, что Пхеньян сейчас играют мускулами. США стянули к границам Северной Кореи флоты и по-прежнему угрожают ударом. КНДР провели масштабный военный парад, показав, что им есть, чем ответить. Дмитрий Анопченко следит за ситуацией из американской столицы. Это был самый масштабный парад в истории. Ким Чен Ын лично сделал смотр войск, посвященный 105-й годовщине со дня рождения своего деда. Вот отряды сухопутных войск, вот спецназ, военно-морские силы, вот так называемое рабоче-крестьянское ополчение, в том числе и женские батальоны. Прошла и военная техника. Представители МИДа КНДР, которые сопровождали иностранных журналистов, сообщили прессе. Это межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом же со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Reuters. Чем еще располагает Ким Чен Ын? Этим вопросом сегодня задаются крупнейшие американские СМИ. Они строят догадки, находят военных экспертов и бывших политиков, и все прогнозы неутешительные. Министр обороны времен Обамы Леон Панетто уверен, что превентивный удар приведет к ядерной войне. В интервью NBC он пояснил, КНДР в ответ сразу же ударит по столице Южной Кореи, а затем в конфликт будет вовлечен весь мир. Есть объяснение, почему ни один президент США в прошлом не спустил курок. 20 миллионов человек в Сеуле станут мишенью удара. Существует вероятность ядерной войны, которая забрала бы миллионы жизней. Поэтому я считаю, что мы должны быть осторожны. Советник Конгресса Денис Хелпин приводит в профильном издании The National Interest и другой аргумент. Кроме ядерных зарядов, которых у КНДР два десятка, режим Кинчин Ина накопил до 5000 тонн химического оружия. Кроме того, жертвой новой корейской войны стала бы и мировая экономика. Предыдущая война стоила штатам 20 миллиардов долларов. Это способно похоронить мировые рынки. Решится ли Белый дом остановить Северную Корею такой ценой? The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Трампа сообщает, что нет. Да, действительно, сейчас в Вашингтоне разрабатывают очень масштабный план. Как не только остановить новые испытания, но и свернуть ядерную программу Северной Кореи. Но на военное решение, по прогнозам газеты, никто не пойдет. Средства для этого вовсе не превентивные удары, которыми припугнули штаты о санкции. Их могут ввести против всех компаний и банков, в том числе китайских, которые работают с Северной Кореей. Но все эти планы не учитывают один момент, фактор непредсказуемости. А он, зная и взрывной характер Трампа, и то, кто управляет Северной Кореей, очень вероятен. Поэтому ударная авианосная группировка по-прежнему ждет приказов у берегов КНДР. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.